Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука. В своем рассказе о суперфосфате, у меня был недавно выпуск о разных суперфосфатах, какие они бывают, как их использовать, какие-то нюансики, которые вполне могут стать открытием для вас и очень важным по использованию удобрений в вашем огороде. Поэтому, кому интересно, пересмотрите вот этот выпуск про суперфосфаты. И я там упомянул маленькую вещь, что у суперфосфатов есть один минусик такой, что они могут являться источником кадмия. Кадмия является наряду с ртутью, мышьяком, очень-очень токсичным элементом для человека. И, к сожалению, он достаточно широко распространен. И вот суперфосфаты, они также могут являться источником этого самого кадмия. Ну, конечно, если предприятие выпускает качественную продукцию, если это не шило какое-то из Валбереса у неизвестного поставщика, и там какой-то дешевый появился суперфосфат, и народ начинает его массово скупать. А это, может, шило, где там вы отравите себя, своих детей и всех вокруг этим самым кадмием на много лет. Поэтому ни в коем случае не кидайтесь на первое попавшееся дешевое, поузнавайте, потревожьтесь по этому поводу, что на самом деле это может быть какой-то развод, какой-то обман. Кроме того, что там может быть, как я уже показывал тоже в своем видео, что это гранулированная зола, которая вообще к золе никакого отношения не имеет. Точно так же от каких-то неизвестных производителей и поставщиков, да и от известных. Теперь такое время, знаете, надо быть очень осторожным. Тоже, соответственно, там этого кадмия может быть очень много. Будьте осторожны. Но мой выпуск не про суперфосфат. Суперфосфат уже был. Мой выпуск про ту же самую гранулированную золу, про экокалий. Экокалием называют золу от сжигания подсолнечника. И я вам сейчас, ну, сейчас, может, закошмарю немножко, но вам надо закошмариться, потому что нельзя безответственно относиться к своему здоровью, и нельзя вот так вот безоговорочно верить непонятно кому, там, какой-нибудь недоученной почвоветке, да, или, ну, которая не знает вообще ничего, ни о чем. Просто переговаривает чужие тексты, причем делает миллион ошибок в этих текстах. Ну, вы знаете, о ком я говорю. Или там, ну, вообще какой-то бабки, Таньки, там, Маньки, кому-то еще какой-нибудь там, просто тетки в платочке, которая вам будет там какую-то что-то втирать. С чего вы взяли, что она это знает? С чего вы взяли, что Виктория Карелина знает, что томаты не микоризируются, да? Она там в одном выпуске такую чушь болтала, что, значит, микориза для томатов не нужна, что микориза нужна только огурцам. Она вообще какая-то дребеденья. А почему вы не задумываетесь, а откуда она это знает? Кто она такая? Откуда она это знает? Недоученная почвоветка, которая не может даже нормально рассказать про кислотность почвы. Ну, откуда она знает, что микориза не садится на корни томата? Ну, а вы доверчивые, а вас легко обмануть, вы наивные, доверчивые и обманываетесь легко. Поэтому надо быть очень опасным, особенно, когда дело касается здоровья. Так вот, экокалий. Среди всех сельскохозяйственных растений подсолнечник является самым сильным аккумулятором этого кадмия. И постоянно приходят сведения, официальные сведения, о том, что в подсолнечнике очень превышены нормы кадмия. Откуда там этот кадмий берется? Он берется из суперфосфата. А почему же на поля вносится суперфосфат с повышенным содержанием кадмия? Просто потому, что фермеры закупают какие-то левые дешевые удобрения, непонятно от каких производителей. Или если даже это известный бренд, то, возможно, где-то ослаблен внутренний контроль, где-то там есть какие-то внешние контроли ослабленные. И этот кадмий попадает на поля. Самое то место, которое больше всего накапливает кадмия в подсолнечнике, это шелуха подсолнечника, черная шелуха подсолнечника. Вот она больше всего накапливает кадмия. Естественно, когда эта шелуха сгорает, то органическое вещество уходит, и кадмия этот концентрируется в этой золе. В результате получается, что подсолнечная зола является мощнейшим источником отравляющих веществ для вашего урожая и для вашего организма. Этот кадмий попадает уже в конечную продукцию, в семечки, в казинаки, во что-то еще. И у нас постоянно ведутся в Беларуси проверки, строгие проверки относительно безопасности вот этих продуктов из подсолнечника, в халву проверяют, все проверяют. И регулярно есть сведения о том, что эти партии изымаются и утилизируются, буквально как опасные отходы, потому что кадмий – это не шутки. И обратите внимание, что это российские продукты, не местные подсолнечники. Это подсолнечник, который выращен в России. Поэтому вам необходимо там на месте быть очень-очень осторожным в отношении вот этого удобрения, которое называется эко-калий или зола гранулированная, если там это зола рассыпная, зола подсолнечника, если она там реально зола, то вы, пожалуйста, будьте очень осторожны с этим удобрением. Ну, я не говорю вам, что все производители этой гранулированной золы отравители российских граждан и ни в коем случае не покупайте удобрения. Я не имею права так сказать, потому что я не знаю. Для этого надо взять эту золу, провести анализ и на цифрах, на бумагах показать. Вот этот хороший, вот этот плохой. Но партия от партии тоже будет отличаться, потому что из разных хозяйств это шелуха, с разных почв это шелуха, поэтому, ну, что же, превращаться в химлабораторию и гоняться за партиями, которые есть в магазинах, и проверять, ну, это, извините, не блогерская задача. У меня задача другая. Предупредить вас о том, что это удобрение, именно зола подсолнечника, может быть очень и очень опасным. Вот у нас в Беларуси в почвах, в удобрениях и в продукции белорусской этого кадмия нету, потому что на уровне производства, у нас Гомельский химзавод производит суперфосфаты, там, конечно, налажено очень-очень серьезный контроль и входящие сырья, и исходящие из самих удобрений. У нас с этим строго. Ну, уж мне как специалисту, поверьте, я немножко, не немножко, а прям хорошо в курсе дел. Как там, не знаю, но просто пользуюсь новостями и, соответственно, вижу, что дела плохи. Это одно. Второе. Ну, что же делать, если вы этой золой подсолнечника пользовались, пользуетесь и пользоваться будете? Ну, первое, что необходимо делать, это, конечно, активно обогащать почву органическим веществом. Если у вас активного обогащения органическим веществом нету, берите биодженик, берите гидрогумат, берите тандем, берите вот эти гуматы, потому что они сделаны на основе торфа. Помните, что если гуматы сделаны на основе бурых углей, то в этом случае они сами по себе могут быть источником тяжелых металлов. Что касается белорусских гуматов, то они делаются на основе торфа и ни в коем случае не являются источниками тяжелых металлов, а напротив являются поглотителями. Они связывают тяжелые металлы, не только кадми, но и другие, связывают в почве и делают их недоступными для ваших растений, как следствие для урожая. Второе, что необходимо делать, это обязательно необходимо известковать почву. Ввалите в эту почву доломитовую муку лучше всего, щедро. Ну там, если нету доломитовой муки, значит мел, известь, все по моим рекомендациям, пожалуйста, делайте. И в нейтральной, близкой к нейтральной почве кадми становится неподвижным и вкупе с органическим веществом. А помните, что биодженик сам по себе обладает щелочной реакцией, поэтому он на почву действует благоприятно комплексно. И если вы уже используете биодженик, то вы одновременно и нормализуете кислотность кислых почв. Соответственно, комплексно понижаете доступность, вплоть до нулевой доступности тяжелых металлов для вашего урожая. Ну пользуйтесь этими средствами, это очень важно, в первую очередь для вашего здоровья. И в таком случае огородничество будет ваше безопасным. Ну конечно, кто-то может спросить, как же мы льем кислую бродиловку, а как же мы льем лимонную кислоту, ведь она же кисленькая делает почву, она может повышать кислотность почвы. Не вдаваясь опять в подробности, что такое кислотность почвы, от чего она зависит, могу лишь сказать, что эти органические кислоты, которые в том числе могут быть ассоциированы с микробными процессами, с добавлением кухонных отходов, с органикой, всевозможные, которые заделываются в почву с мульчей травяной и прочими субстратами, она как раз не оказывает влияния на подвижность этого кадмия, и кадмия не делается из этого более подвижным. Тем более, если предварительно ваши почвы были нормализованы по кислотности и произвесткованы как следует. Не забывайте об этом. Что ж, я теперь думаю, что многие из вас задумаются вообще в принципе применять эту золу на свой страх-риск или полностью отказаться от вот этой золы-подсолнечника. Решать, как всегда, вам. А я лишь даю вам информацию, на основе которой вы можете принять правильное решение. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи.